Христос сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Только одну фразу рассмотрим. И говорит, что они вам говорят, делайте, а по делам их не поступайте, ибо они связывают неудобно носимые бремена, возлагают на людей, а сами не хотят и перстом двинуть. Дальше это понятно, но что такое на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи? Вот начни расследовать это, и ты увидишь, что это очень и очень непростое место. Явно, что Христос сказал это в неодобрительном плане. Раз в Моисеевом седалище оно было, а какое оно было? Мы нигде этого слова рядом с Моисеем не находим. Я стал с разных позиций рассматривать. Седалище означает сидеть. Потом в словарях проверил, да, это место, кресло, в котором сидел первосвященник. Ну, руководитель. Ну, а иногда и простой человек, старейшины, говорят, когда они сидели у ворот города, что-то разбирали, у них были там седалища. И у языческих императоров были седалища. Но Господь сказал здесь о юридском народе. Вопрос на вопрос здесь. А потом для нас важно, чтобы слово Божие было живо и есть, он заговорило с нами. А я на какое-то седалище претендовал в жизни своей или нет? Тем более, сегодня 20 января 2008 года. У нас прямо написано, что мы отмечаем день нашей общины, первого воскресенья после крещения. А почему после крещения? Ну, там в уставе написано, когда мы были образованы как община. И вот тут есть что вспомнить. А ведь у нас тоже есть свое седалище. Люди, кажется, на своего любимого конька сели. Это тоже есть то самое седалище, та самая тяжелая шапка Мономаха. Когда мне пришла мысль искать от Мономаха, здесь еще новое поприще открылось. Всех Рюриковича пока перебрал, всех Мономаховичей, они так и назывались в разных областях, где были, то христианства вообще как будто никакого не было. Лудельные князья непрерывно воевали, и хорошие только те, которые стремились к объединению. Но это советская трактовка. Под таким углом зрения мы не можем рассматривать Моисея Васильевича. Должны быть принципы построения Царствия Божия. В России это не стояло никогда. Они подсиживали, коварствовали, убивали друг друга, обезглавливали, ослепляли один другого, Василий Темный, князь. Значит, речь идет о седалище, принадлежащем Моисею. А Моисея был вождь. Задача его в основном состояла вывести народ из Египта и приучить их к имени Бога Иегова. Он Моисея, оказывается, и сам не знал. Ему Бог открылся. Зачем бы он вопрошал имя Божие, если бы он знал? Тут прямо вопрос поставится. И Бог говорит, я Иегова, сущий. Исход третья глава. Так, открылся ему Господь. А теперь это имя насадить там. А они не могли от быков отстать. Сруженики. А они по-прежнему. Только Моисей ушел, они уже быка опять сделали. Значит, привязка к этим быкам очень сильная. И на Моисея в седалище садятся такие ветеринары, от которых избавиться очень трудно. Когда мы раньше рассуждали о том, как много бескопорядков в церкви, и как посторонние люди приходят, причащаются к крещениям, без подготовки. Но мы составляли программу, что нужно сделать, чтобы было по слову Божию. Самое простое, пойти к баптистам. Они стараются по слову Божию. Но они не церковь, это первое. А во-вторых, они отвергают все церковные наследия, то есть никаких канонов, ни соборов, на это мы не можем пойти. Мы реально рассуждали, близко знакомые с сектантами, они знали наши поиски такие. Мы знали, без священников нельзя. Мы во все концы разостали людей, сказали, где-то в Грузии, в горах, там есть митрополит, такой-то, Зиновий, он может рукоположить. Все разузнали. И где под сомнением было, мы не стали расследовать, сразу отходили от этого. Видите, наша позиция какая? Все, что было нами намечено, вот я все-таки с самого начала нахожусь здесь, какую-то роль играю, 17 лет. И скажу, что все, что нами было намечено, о чем мы думали, гуляя в лесу, молясь, мы все выполнили. Я говорю, что отходите из этой жизни, мне осталось меньше, говорится, полутора лет, ну если за 70 лет. То, что бы ты хотел еще изменить в общине, чтобы все были благовестниками, более ревностными, у нас это есть. Более ревностными в изучении Слова Божия, хотя у нас Библия на должном авторитете. Ну, к каждому я не могу это вложить. Я тебе говорю, а ты не делаешь, моей вины уже тут никакой нет. А так все. И оглашенные изведите у нас выполняются, подготовка к окрещению, все до одного крещеных в полное погружение, торговли нет. Я напоминаю, что действующих правил, семи вселенских, девяти поместных и святых отцов, 14-ти, 719. Это моя наработка. То есть я видел, какие правила отменены были, какие печатаются, перепечатаются. И из них 413, ну кто математики быстро подсчитает, это 57%, нарушается ежедневно, целенаправленно, умышленно. Неустанно. 413. У нас никто не указал, какое нарушаемое правило. Мы все до одного правила старались вести. Для людей православных это непонятно. Видите, мы не последули на то, что святость забывать из-за того, что где-то святое место, в какую-то юрисдикцию я пойду. Мы были там в зарубежной церкви и находимся там не потому, что она святее, а потому что не участвует в каких-то таких главных грехах, какие сегодня известны. Есть авторитет канонов, постараются по канонам. Мы многое получили. Твердый, определенно заявляю, в московской патриархии, как мы находились, нам бы вот эту общину не создать. Ведь мы фактически тоже вошли в московскую патриархию. Только мы еще держимся через это. Нас пока держат эти 5 лет, дальше что-то с нами будут делать. Но наша община в таком положении одна на всем мире. Это абсолютно точно. На наше письмо, которое, ну прошение мы разослали, чтобы вот в таком положении, как мы оставили, ни сенот не ответил. И батюшка даже вообще не удивляется. А тут удивился, ну 20 архиереев, 20 священникам там направили в общину. И ни один не ответил. Ну хотя бы один мог бы ответить. Сказали, получили. Батюшка, а почему они не ответили-то? Потому что они понимают, в этом состоянии сейчас мы правы, во-первых, раз. А во-вторых, в этом свете они видят, что у них неблагополучно, и дальше трогать нас опасно. Мы сразу куда-то уйдем. Они трафаретно мыслят. Ага, мы пойдем к Тихону Омскому. Или к Антонию, он сейчас всероссийским назначен, у которой я в Лос-Анджелесе жил. Преемник митрополита Виталия-то. А у нас и мыслей таких нет. Так, в таком положении, 5 лет они нас вполне могут продержать. А 5 лет это большой срок. Сегодня. Это не просто так. И вот сели на Моисея Мстедавище. Главное слово здесь, сели, их никто не садил. Мстедавище должен сидеть. И мы нигде не перешагнули эту грань. Я, например, нигде не посягнул. Пока меня епископ не рукоположил в храме, я ни одного слова не говорил. Видите, до 30 лет у нас здесь никто не был. Батюшка, законно рукоположенный. А они сами сели. У меня достаточно было знаний, чтобы меня можно проразгласить книжникам. Книжники они не так и много знали. И фарисеевства мне хватает. Я такой же два раза плачусь в неделю. Чем не фарисеев? Чего бы мне не претендовала какую-то должность, как вискарион, торопов. Создал себе там их. Да сколько таких сектантов делаю, братцы. Христианское новое образование в один день. Сегодня уже больше восьми. Бог сохранил. Мы никуда не пошли. И поэтому, если это последняя наша дата 17-летия, и дальше они нас что-то сделают, растворят, вы все подготовлены для того, чтобы пойти в любой храм. Подошли, рабатюшка уезжает. Ну, кому здесь в крещении ближе какой храм? Идите в те храмы. Мы никогда не отретали благодать. Заметьте, мы прошли буквально по лезвию. Мы не склонились ни налево, ни направо. Мы говорили только, надо жить свято, чисто, проповедить Слово Божие, авторитет Библии восстановить. Мы об этом говорили. Но пойти туда, допустим, нас растворят, которые сегодня никакой активной роли не принимают в жизни нашей общины, но они уже готовы пойти в московскую патриархию. Но те, которые активны, они и там понесут. Я в этом немало не сомневаюсь. Так что и это еще перед Богом. Какая тут польза, большая или небольшая будет? Я не знаю. Но я только знаю одно, что золото везде остается золотом. Свет останется и там светом. Даже если они нас просто ликвидируют, скажут, мы вас не признаем. Ну, это очень легко им сделать. Раз не подчиняетесь, патриарха не поминаете. А патриарху святости это не прибавит наше поминание. Но нам нельзя поминать, потому что определенные условия у нас. Они сразу нас за это захватят. Никакого покаяния не было, за сотрудничество с властями. Нет, да не сегодня такие же самые. Она просто нас уничтожит. И об этом тоже надо молиться в каждой молитве. Сохрани нас, сохрани. Спаси и сохрани в том положении, как нет. Мы не потеряли ни епископа, и каждый день молимся за патриарха. Только вот здесь напоминаем. Что будет дальше? А вот на этом Моисеем-то седалище, которое люди сами сели, они как раз все и натворили. Их никто туда не садил. То, что законно рукоположный епископ, это не означает, что он законный еще. Незаконно это тогда, когда основные принципы христианства нарушают. Ну вот поставили, а деньги все могут делать и властям. И он дальше уже делает по-своему как надо. Первая книга, Сарс, первая глава, девятый стих. Или же первый священник сидел на седалище у входа в храм Господень. Вот где прием. Я так и решил. Правильный должен быть прием. Главное, или одна из главных ошибок православия, неправильный прием в число членов церкви. Да и вообще членства никакого нет. Ну ты пойди сейчас адвентистов к любому. Ну там называется церковь благословения, свет пробуждения. И скажи, сколько у вас членов? Они до одного знают, как мы. Мы точно знаем. У нас в прошлом году было девяносто девять. Сегодня мы можем написать, что уже нет, что помер один. Членство должно быть. Сколько крещено, сколько венчено. Они этого не знают. Православные сегодня. Мы это знаем. Значит, в данном случае у нас в седалище при входе в храм. Вход в число членов общего должен быть через уверование, личное уверование. По слову Божию. Должен быть устав принят. Через правильное крещение. Как у нас поручители несколько лет готовят. Вот это должно быть. То есть он сидел на седалище при входе в храм. Я к этому отношу. Толкование нигде не считал. Просто я не нашел его на этот стих. Вообще толкование. Но по смыслу получается так. Зачем вам ухода в храм? Это у нас. Придешь в милицию. Мощь еще закрыта. Как он в КГБ. Не достучишь. Это окошечко одно. А у японцев так. Если три дежурных, два сидят там, один все время наружу. Обязан. Любую погоду полицейский должен сидеть наружу. И утрами полицейский. И идет он любимый всеми. Приходит у вас так. Ночью не шумели. Не спали. Идет по квартирам. Спрашивает. Ее покорно. А то он идет. И поэтому никаких преступлений-то нет. Чуть девозникла, ему сказали на заметку, завтра пошли, все ликвидировали, нигде еще нет. На этом седалище милиции должны те, которые Бог поставил. На седалище в КГБ те, которые Бог поставил. Они нужны. Солостное государство, тайны. Там что-то сохраняют. Ну, по-твоему, я говорю. Псалмопевец Давид, 93-й псалом 20-й стих, говорит тайны. Станет ли близ Тебя, Господи, седающие губители? А как узнать? Вопреки закону твоего. Все президенты, все правители, которые вопреки закону Божией, Библии, седалище губителей. Вот Россия как раз их и получила. Царь был плохой. Дал хороших. Бищевый лицо. Царя-то вспомнили это сколько раз за эти годы. И, молясь о том, чтобы Бог дал хорошего нам правителя, как раз это слово испорно. Господи, да не будет близ Тебя, ибо мы за него молимся. Седалище губителей. Филиппийцам, 1 глава, 18-й стих. Апостол Павел говорит так. Как бы ни проповедовали, я и тому радуюсь. Притворно или истинно. И далее буду радоваться. Мы должны радоваться любой проповеди. Но сектанты проповедовать неправильно. О Христе говорят правильно. Ну, только и ягодисты. Все совсем уже. Это не христианская даже секта. А остальные должны радоваться. Вот они проповедуют сегодня баптисты. Ко Христу ведут первая ступень абсолютно правильно. Они веруют в него, что он равен Отцу, равен Сыну Духу Святому. Прекрасно. Литеране проповедуют. Даже адвентисты проповедуют правильно. Как бы ни проповедовали, мы должны тому радоваться. Я нахожу это место. А не так, что мы обязательно должны сейчас их кого-то изгонять. А Христе правильно, правильно. А дальше мы должны им нести. А что среди них можно трудиться, я имею опыт. У нас в общине есть люди, которые были баптистами. Их дети сейчас делались православными, потому что кто-то сознательный, кто-то за родителями пришел. Уверовали люди тоже в православии. Для сектантов это очень трудно. Я вот услышал, вчера сказали, наш знакомый был в Москве, вот на днях, на неделю, если пришлось встретиться с еговисткой. И он стал ей говорить из Писания. До одно место, до другое. И она сразу вступила, нет, я дальше не буду беседовать. Такие вроде бы слова говорят, что так никто православный не беседует. Они говорят, а как я Богу? Ну, свободно, спокойно ответил. Так и Егова, это сущий, наш любимый Бог Егова. И дальше стал говорить, и она сразу вступила, у них крайне ограниченное знание. У меня ягодисты не обращались, им нельзя, они от встречи уклоняются, считать ничего не берут. Ну, такой закон, а как я могу? Их и Христос не может достичь. То есть они замкнутые, их сатана окольцевал, как змей, говорится, хвост с головой замкнулся. Исход 18 глава 14 стих говорит, что судьи должны со страхом судить. И в этом вся милость Божия. Исход 2 глава 15 стих. Моисей бежал и пристал к Иоафору. И где он познакомился там? Я к чему это говорю? О том, что где он первое свое седалище сделал? Сел у колодца. У Иоафора, тамошнего священника, было семь дочерей. Ну, ясное дело, а они, видать, девушки-то были скромные. Столько рассказали, отец говорит, докажи и пригласили. У него свои, может быть, какие-то были перспективы. Ясно, одна дочь стала женой его. И это его было первое седалище. У колодца Бог многих находит. Может быть, у водопроводной колонки. И нашли жену Исааку у колодца. Христос Самарянку находит у колодца. Здесь духовный смысл. Там, где есть жизнь, движение, там, где есть подпитка, там, где есть вода, обязательно будут какие-то беседы, разговоры. И к этому тоже надо наклонность иметь. Исход 17-12. Когда воевали с Самариком, то руки Моисея отяжелели. И встали напротив его Аарон, брат его Иор. Подложили под него камень. Он сел, и они две руки поддерживали с двух сторон. Моисеевое седалище на камне. Я теперь вижу, где борьба. Борьба с врагами. Ну, тут у меня седалище было. Думаю, крепкое. Меня с двух сторон поддерживали. Ветхий и Новый Завет. Так, Аарон и Ор. Мне пришлось много сражаться в жизни. Может, что-то мне Господь и не позволит. Как Давиду сказал, он говорит, ты много крови пролил, ты не построишь храм. Может, потому, как нас тревожит это. Но я в духовном плане это уже говорю. Бороться надо. И наше седалище должно быть именно крепко поддержано. Должны быть друзья. Иногда спрашивают, а что такое община? А зачем община? Это семья, большая семья. Это помощь. И в болезни, и в житейских нуждах, и в опасностях, и в молитвенной поддержке. Везде, друзья. Мы настолько родные, близкие. Даже на остановке увидишь, и, ну, где-то, будто бы в одном доме живем все. Это Бог сделал. Милость Божия, благодать Его святая. Конечно, в церкви встречаются диатрепы, как Иоанн пишет, которые стремятся сами залезть на это. И сектантов это очень сильно развито. Сектанты практически все, какие только есть, залезли на Моисеево седалище, сами сели, когда их никто не сажал. Никто. Поэтому у нас, если где-то и под поменем, но зато по рукоположению все сохраняется. Как у нас в Москве, 20 глава, 23 стих. Что значит сидеть? И где нам какое седалище? Ясное дело, седалище это власть. И вот при жизни Христа некоторые пытались свое седалище подвинуть поближе к Нему. И мать ходатайствовала за двоих своих сыновей, и чтобы сесть по правую и по левую сторону. Мать сыновей Зеведеевых. А Господь сказал, это седалище сыновей твоих? Не от меня зависит, где будет стоять. И хотя Он поставил им условие, можете ли креститься, как я крестился. Они сразу можем. Они ничего не поняли. Это означает крестную чашу испить, до конца быть верным Христу можем. Но они думали, раз ты условие оставишь крещение правильно, то можем. И Он теперь скажет, ну тогда садитесь по левую. А Господь все равно остался на том. Это так, но дать не могу. Это только от Отца зависит. Бог и Его, как скажет, кому не быть. А люди сами решают, мы ближе к Богу, мы канонизированы. Все это, это все выдумка. Отец Небесный никому не заявил, нигде скрижали новых не давал, кто канонизировал. И все это выдумка. И выдумка нечистой воды, как говорят, чистейшей. Вторая глава, третий стих. Мы сами иногда неправильно имеляемся судьями и говорим, тебе хорошо здесь есть, а тебе там. То есть устанавливаем эти седалища. Ну, приходит там какой-то человек с богатым перстем, богатый, ясно, ясно. Мало ли что. Тем более мне нужна помощь. Я все время молю Бога, чтобы Бог дал мне денег. И вы тоже помолитесь. Тема закончена, осталось только выпустить. Если Господь благословит, то это все может выйти. Потому что очень тяжело. Новую книгу еще пришли, пришлось заплатить за новую книгу еще на 6 тысяч больше. Уже, кажется, восьмой или десятый раз так начало выпускать. А мы стоимость так и не подняли нигде. Ну, во-первых, это не мои деньги вкладываются. Во-вторых, никто из вас богаче не стал. Потому что это тоже надо цитить. Вторая книга Езры, 4 глава, 42 стих. Не все, может быть, знают, как люди, охраняющие царя, между собой стали говорить, вы знаете, что самое сильное. И все, один говорил другое о третьем. И один только сказал, что самое сильное. И когда он правильно ответил Езры, тогда царь ему сказал так, ты будешь сидеть подле меня и будешь называться родственником моим. Это очень опасно. В Босе написано того, кто имеет власть умерщвлять. Поэтому свое седалище не подталкивай, куда не знаешь. Я прожил на основании пирамиды. Как меня в текстах называли, в православии я с анизатором проработал, в чернорабочем. Ну, это моя должность. У меня не было претензий быть священником никогда. Даже одной мысли, это я больше всего страшился. Но что-то другое как-то где-то было. Поэтому постоянно мне священники говорят, вот это гордость, вот это насчитал, тогда еще говорили. А не думать или что это вот? Думать некогда, надо работать. А какая гордость? Из-за чего? Что я все шишки получаю от всех? Со всех сторон долбит? Кто бы меня не долбил? У меня нет ни одного круга людей, которые бы все до одного меня принимали. Никогда. Это с этим надо согласиться. Мусульманам ясно, что я не друг. Католики за меня, за одно искусственное православие, за гордость папства никогда не простят. Ну, пора попов, монахов говорить, не надо, стектанты терпеть меня не могут. Ну и что из этого? Мое седалище здесь. Вы знаете, что когда меня не будет, может на это кто-то будет. Ну, по милости Божьей, меня никто не сталкивал с моей должностью. Она все-таки маленькая должность. А вы учитесь этому. Не свое седалище, не справа, не слева, а впереди ставьте. Мы-то шли и не без ошибок. Мы не знали, куда прислониться. Говорят, у вас устах потеряется, не такой лагерный. Так может быть. Но дайте лучшее. Лучше никто не дает. Мы поехать не куда-нибудь можем. Батюшка говорит, вы не покажите священника, который все делает. Я завтра же поеду к нему в гости. Я перед ним приму, запишу, сфотографирую. Но это только один разговор. Нигде ничего нет. А раз него нет, поэтому мы полностью уповаем на Бога. Ну, по милости Божьей, вот сейчас 17 лет сегодня исполняется, что наше седалище Бог не опрокинул. Может быть, мы все тут парисеи, только по внешности. Нас так и называют. Пришли, по форме одеты, да еще кланяются в Покровском соборе. Распарисейничались здесь. Ну, так и есть. Мы на этом...